Канал Аль-Иртисам представляет Мы объяснили, что такое Аля-Ихрам, и откуда надо Ихрам одевать, и какие места надо его одевать. Хадж делал намерение, одел Ихрам и направился в сторону Мекки. Является для хаджа, если у него получается по дороге, когда Мекка подошел, является желательным, сумной, искупаться, чтобы в Мекку зайти тоже. Чтобы в Мекку зайти, искупаться тоже, является сумной пророка, салли Аллаху алейхи ва салям. И тоже желательно, что днем заходить в Мекку. Днем заходить в Мекку тоже является желательным. Первым делом человек, который займется, когда Мекка зашел, сразу с той сумки вещи поставили на место, и сразу первым делом начинает делать таваф. Это является тоже сумной. Если даже зашел в гостиницу, отдохнул, искупался, отдохнул, даже ночевал в гостинице, потом трой день пришел, делал таваф, тоже считается. Но является желательным, является сумной пророка, салли Аллаху алейхи ва салям, первым делом, когда Мекка зашел, чтобы начать с тавафа. Когда в масштабе заходишь, там тоже Сунна, как в других Мечетах, когда заходишь делать дуа. Ауазу Биллахи, Ауазу Биллахи Азиму, Абибаджи Хал Карим, Асбаби Султани Хал Кадим, Мина Шайтанин Рожим, Аллаху Мафтахли Абоба Рахматик. Когда с Мечеты выходишь, говорит Аллаху ми не асалуку мин фадлик. Когда в Мечет заходишь, правой ногой заходить. Когда выходишь, левой ногой выходить. это все является сунной пророка, саллиллаху алейхи ва салям. Таваф, что такое таваф? Мы говорим, вы же в Мекку зашли, мы сказали, хадж начинается ихрам, таваф, са'ю, или же побрит голову, или же укоротит волосы. Это являются обряды хаджа. Сейчас отдельно объясним, что такое таваф, что такое са'ю, что такое камни кидат, это все, иншаллах, потихоньку объясним. Сейчас начнем объяснять от таваф. Таваф, что такое? Таваф, это поклонение, совершаемое в Мекке, обходя вокруг Каабы, в определенной форме. Какая это определенная форма? Сейчас мы, иншаллах, покажем в этом макете, в этом макете Масчуду-Л-Харам. И макет Масчуду-Л-Харам, здесь мы покажем, где находится хаджур-Л-Асвад. Для чего она нам нужна? Хаджур-Л-Асвад, оттуда начинается таваф. Хаджур-Л-Асвад находится, если в этой стороне дверь, вот здесь находится этот макам Ибрахим, вот этот угол, вот в этом угле, вот здесь находится хаджур-Л-Асвад. Оттуда начинается таваф. Как? Повернулся в сторону хаджур-Л-Асвада, если получается подойти, поцеловал, это хаджур-Л-Асвад, если нет, руками дотрогал и руки поцеловал, то если не получается, Просто повернулся, скажешь, Аллаху Акпар, и начнешь. Что является фардом этого тавафа, что является сунной, мы сейчас скажем. Просто мы скажем, вот Хаджру Асвад, отсюда начинаются круги. Вот это угла начинается, вот один круг до суды. То есть второе тоже так же делаешь. Поворачиваешься в сторону Хаджру Асвада, говоришь, это Зикр, который там говорится, Аллаху Акпар. Второй круг, третий круг, четвертый круг, пятый круг, шестой круг, седьмой круг. Семь кругов является один таваф. Вот это называется Рукнуль-Ямани. Вот это сейчас. Если получается, там тоже дотрагиваются, являются сунной. Когда между этим углом проходишь, круг обход, здесь тоже желательно говорит. Раббана Атина фиддунья хасана, уфи ахирати хасана, ва кина азабанна. Вот форма тавафа. Это, иншаллах, мы сейчас объясним, что является обязательным для тавафа, что является желательным для тавафа. Семь кругов, то, что мы делаем, этим заканчивается у нас один таваф. Условия тавафа. По мнению большинства ученых, для тавафа обязательно ния. Намеренную делаешь, чтобы таваф делать. Фарид, таваф уль-фард, то, что тебе обязан, это таваф делать, намеренную делаешь. Это мнение имам Малик, Ахмад и Абу-Ханифа. Имам Шафи говорит, один ния, который для хаджи сделает, этого хватает. Для всего того, что делается хаджи, заново не делать, не надо. Второе, как намазы, что должно быть аура закрыт. Это для мужчин. А в каждой колени для женщин мы знаем, кроме лица и кисти, все должно быть закрыто, когда таваф делаешь. Третье, должен быть омовение. Человек должен быть в омовении третьих условий. Четвертое условие, как мы сказали, таваф начать надо с черного камня. Если таваф ты начал после черного камня, этот круг не считается. Но считается второй круг, который ты начал с черного камня. Например, черный камень начал, от дверей начал, или с другого угла начал. После этого черный камень ты круг начал, этот круг не считается. Пятое условие, что должно быть твой левый часть, твое тело, чтобы она направлена на сторону Каба и делает обход. Шестое, что должно быть? Даже эта маленькая стена, которую мы вчера объясняли, это тоже от Каба. Она часть от Каба, который урожит, его пропустили, за то, что у них не хватало денег достроить весь Каба. Они сократили его. Вот этот хаджр, это называется хаджр Исмаил, вот этот тоже считается от Каба. Из этого круг должен быть за этим стеной. Отсюда зашел, с той стороны вышел, этот круг не считается. Должен быть весь обход за стеной вот этой хаджр Исмаил. И таваф, чтобы считалось, оно должно быть внутри мечети, естественно. Внутри мастерства храма должен быть таваф. Можно первым участникам делать, можно вторым этажам, третий этаж, как сейчас там есть. Это можно таваф, везде считается. Ну, чем ближе к Кабе, тем желательно таваф. Является сунной, ближе к Кабе делать. Вот. Если ты, человек, сомневался, сколько кругов ты сделал, иногда бывает, я три круга делал или четыре. Как намазы считаем, что наименьшее и добавляем. Например, если я сомневаюсь, я три круга делал или четыре, посчитаю, что я три делал, и буду оттуда же считать дальше четвертый, пятый, шестой, седьмой. Если Азан сказали, и на молиться надо, ты останавливаешься, помолишься и продолжишь с того места, где ты остановился, и считается этот круг. Не надо заново начать таваф. Если третий круг, ты остановился, четвертый, пятый, шестой, седьмой заканчиваешь таваф. Так же делаешь, если у тебя омовение испортилось. Если у тебя омовение испортилось, ты выходишь, делаешь омовение, и приходишь, и продолжишь с того круга, где ты остановился, Аллаху Алям. И так же инвалид не может ходить, для него можно таваф делать, коляске, и так же коляске можно таваф делать, или же кто-то на спине взял другого человека, тоже можно таваф делать, Аллаху Алям. Это условия тавафы, которые обязаны вещи. Как мы объяснили, это все обязательно. Есть суннан для тавафа, суннаты, желательные вещи. Из них первое что? Ал-Илтиба'а. Илтиба'а что такое? Илтиба'а, этот мужчина, эта женщина, Илтиба'а, этот мужчина, вот эта белая накидка, которая одевается, одеваешь его, и под мышкой правой руки проводишь, и на спину, на плечи, на левую плечи закидываешь конец этой одежды, которую ты одеваешь. Твое правое плечо будет открыто. Это является сунной для тавафы толка. Многие думают, во всем хаджи так должен это одевать. Нет. Во всем хаджи ты закрываешь оба плечи, только когда таваф делаешь, открываешь правое плечо и оставляешь закрыто левое плечо. Это является сунна для мужчин. Это мнение имам Абу Ханифи, имам Шафи, имам Ахмад ибн Хамбаль. И, по мнению большинства ученых, открыто так плечо оставить, на всех тавафах является сунной. Разницы нет у тавафа Умра или тавафа Хадж. Это является сунной во всех тавафах. Это первый сунна в тавафе. Сказал Аль-Из-Тиба'а. Это открыто правое плечо. Второй сунной является Ар-Рамал. Рамал – это сунна для мужчин. Для женщин этого сунна нет. Это что? Это бег трусцой. Как это бывает? Легкий бег с короткими шагами и шевеля плечами. Этот тоже является сунной только в двух тавафах. Или таваф Аль-Кудум – приветственный таваф. Или же таваф Аль-Умра. Для Амра, который делает таваф. Этот является сунной в первом трикругах. Третьей сунной является дотрагиваться и поцеловать черный камень, если можешь ты этого сделать, не вредя никому. Хоть даже чуть-чуть толковаться приходится. Можно толкаться, но не вредит. Ибн Амар – тоже толкался, чтобы поцеловать этот камень. Но если ты здоровый и толкаешься, и вредишь, тогда тебе лучше не делать этого, хватать тебе, указать в сторону это, и не целуешь руку. Говоришь, бисмиллях, Аллаху Акбар, и начинаешь таваф. Когда таваф начинаешь от черного камня, там говорит, Аллаху Акбар является сунной. И можно бисмиллях, Аллаху Акбар сказать. Бисмиллях и Аллаху Акбар сказать тоже можно, потому что Ибн Амар, сподвижник пророка, саллиллаху алейкум асалам, тоже так говорил. Можно Аллаху Акбар сказать у Ии же, бисмиллях, Аллаху Акбар сказать. Как мы говорили, повернулся в сторону черного камня, бисмиллях, Аллаху Акбар, и начать таваф. И каждым кругом так делаешь. Это является сунной. Если даже пропустил, таваф считается. Четвертый сун на этом тавафе дотронется до Рукхун Аль-Ямани. Рукхун Аль-Ямани – это угол, яменский угол, называется его. Это как? Если здесь находится Хачар-Уль-Асфуд, черный камень, если здесь, до черного камня, который есть вот этот угол, это называется яменский угол. Туда тоже, туда дотрагивается, является сунной, когда таваф делаешь. Если получается. Если нет, тогда даже указать не надо. Пятое. Аз-зикр ва-дуа-фи-таваф. Это поминание Аллаха и дуа-мальба тавафе. Во время тавафы нежелательно разговаривать там, желательно делать дуа, поминать Аллах субханава та'ала, даже читать Кур'ан по мнению Имама Шафия, рахмаху Аллах, и Абу Ханифа. Что лучше? Куран читать лучше или дуа делать лучше? Те дуа, которые делал Пророк, саллиллаху алейхи ва салам, тавафе, эта дуа делать лучше. И поминать Аллаха лучше, чем Куран читать тавафе. Ну, чем другие Аскари, Имам Шафия, рахмаху Аллах, то, что от Пророка не пришли, чем другие дуа делают, Куран читать лучше, В некоторых мазхабах, это мазхаби имам Малик, и один из слов Имама Ахмада, что нежелательно Куран читать тавафе из этого, лучше там поминать Аллаха, зикру делать, дуа делать, дуа тоже не обязательно на арабском языке, на своем языке, что не запретно в этом дуне любви, можешь Аллаха просить, когда делаешь этот таваф. И седьмой, как мы сказали, чем ближе, тоже является сунной, ближе к каабе, чтобы было таваф. Хотя ты можешь втором этаже, третьем этаже дальше в круг делать, чем ближе к каабе, тем лучше в Аллаху а'лам. Когда таваф заканчивается, является восьмой, сунна там, двораката, сунна тавафа делать. Двораката. Где она делается? Здесь есть такая, там видно, кто хадж, он видит это. Там видно, между каабе, от каабе чуть дальше, такой, золотого цвета, такой столбик есть, там стеклянный. Там он, это называется Макаму Ибрахим. Вот здесь мы покажем этот от дверей чуть-чуть, вот здесь видно она. Вот это называется Макаму Ибрахим. За ним делать, является, двораката ов сунна. Будет этот сразу или чуть дальше за ним. Там не получился, в любом местности, мечети, тогда можно эти дворакаты делать. После этого сунной пойти поцеловать хаджару асфор и дотронуться до хаджару асфор. Первый раз я дотронулся до хаджару в 94-м году, после этого сколько раз не поехал, не получился, потому что там толкаться приходится сильно. Там и женщины, и мужчины толкаться. Если ты можешь хоть толкаться, тоже нет проблем, главное, чтобы ты не вредил другим братьям, мусульманам, когда толкаешься. Это, в этом у нас закончился, что этот, поцеловать хаджару асфор после тавафа, тоже является сунной. Если получается, не получилось, нет никакого вреда для твоего хаджа. Вот даже это не сделаешь. этим закончился у нас от тавафа. Обход вокруг Кааба. После этого сейчас объясним, какие разновидности тавафа есть. Есть тавафа кудум, есть тавафа кудум, тавафа кудум, тавафа кудум. Иншаллах. Зашли в Мекку, пришли уже сунна. Сунна для кого? Для мужчин и женщин. Делат, его называют приветственный таваф, его называют тавафа кудум, таваф, который делает, кто прибыл в Мекку. Это тавафа кудум. Это делат является сунной. Когда она сунна? Любой день, который ты в Мекку зашел, хоть до Арафа дня, если Мекка пришел, тогда сунна делает для женщин и для мужчин этот таваф. Кроме женщин, у кого есть причина, имеется в виду коммунистрация, для нее это не является сунной. Если даже она это не сделает, не надо печалиться, что у нее хаж не получится. Нет. Этот таваф является желательным для мужчин и для женщин, у кого получается. Этот тавафа кудум делает, тот человек, который делает что? Какой вид хаджа? Аль-Ифрад, который мы объяснили, отдельный, который хадж делается, и Аль-Киран, который делается хадж и умра вместо одном неяте. Для того человека, кто делает сперва умра, потом хадж, ему таваф и кудум не надо делать, ему хватает таваф, который делает для умры. Для умра, который делает таваф, это хватает ему мутаматтия. Для мутаматтия мы объяснили, какой был. Сперва умра делает, потом снять с себя этот храм, потом заново одет. Вот этот для мутаматтия ему хватает тот таваф, который он делает для умра. Ему таваф и кудум не надо делать. И также этот таваф и кудум не надо делать, кто даже пришел в Мекку, опаздывает, даже в Мекку не зашел, сразу Арафа пошел. День Арафа доехал в Мекку, он сразу взял, прямо в Мекку не заходя, Машир, в Харам не заходя, сразу направился в сторону Арафа. Для него это не является желательным, потому что он уже не пришел в Мекку. Кто этот таваф и кудум не делал, для него никакого наказания нет, для него никакого выкупа нет, это является желательным таваф. Мы сейчас закончили таваф и кудум, приветственный таваф, потом, после приветственного тавафа, для того человека, кто делает Аль-Ифрад, или же Аль-Киран, отдельный хадж, который делает, или же Киран не едет с хаджем и умром истедил, для него можно сейчас делать сайю. После тавафа можно сайю делать, можно его отложить, потом, после обязательного тавафа делать тоже. И сейчас можно делать, один раз делается сайю для того человека, кто Ифрад или же Аль-Киран делает. Сайю что такое? Сайю это хадид между обоими холмами, горами, которые называются Ас-Сафа Валь-Марва. Сайю начинается Сафа, Марва, Сафа, Марва, семь раз, семь ходов надо делать. Один сайю считается, семь ходов. И начинаем с Сафа, как Аллах начал в Коране, Инна Сафа, Валь-Марва, делает. Потому что это нет. Начиная с Сафа, заканчивается Марва. Всем переходам должен делать Сафа, Марва, Марва, Сафа. Вот так. Это обязанное. Что для него обязан? Обязанности Сафа это первое полностью проходить. Не хватает, половина прошел, вернуться нельзя. До конца прошел и круги делаешь. До конца от Сафа это первое. Второе надо начать с Сафа. Горы Сафа надо начать, заканчивается Марва. Нельзя отсюда начаться, это не считается. Отсюда ты здесь должен вернуться туда, оттуда начинать свой Асай. И должно быть семь переходов. и должно быть обязательно после Тавафа. То Тавафа нельзя Сафа делать. Или Таваф после приветственного Тавафа можно это делать, или можно делать после обязательного Тавафа, который делается для Хаджа, после Арафа, который делается. Можешь сейчас делать его, потом не делать, можешь отложить, потом после обязательного Тавафа его делать. Это обязанности Сафа. В Авафе мы сказали мнение большинства ученых, там надо быть намеренными. Здесь намерения не надо. Здесь необязательно омовением быть. Без омовения тоже можно делать са'йю. Что необязательно, то, что было обязательно в Авафе. Здесь необязательно утверждать НИЯ, намерения заново делать здесь не надо. Хватает та НИЯ, которую ты делал, когда для хаджи намерения делал. Второе, здесь необязательно, что омовение будет. Омовение желательно, а необязательно здесь будет, по мнению четырех имамов. Са'йю тоже не портится, здесь обрат открылся у человека. Что является сунной? Обязанные сказали сейчас, что является сунной? Сунной является подняться на горы Сафа и Марва и там делать дуа. Когда поднимаешь, есть аят, который надо читать. Это все аяты, все дуаи, мы всегда повторяем. Есть крепость мусульманина, там есть эта дуа. Когда поднимаешь, говоришь, читаешь аят, аят, потом скажешь, я тоже начинаю, с чего начал Аллах Субхану Та'ала, Аллах Субхану Та'ала начал в Куране «Инна Сафа валь-Марвата». Поистине Сафа и Марва являются Мин-Шаа и Риллах. Мы тоже начинаем с Сафа, заканчиваем. Поднимаемся туда. Там есть дуа, который читается. Направляешься в сторону Кабы, чтобы ты Кабу видел. Иногда трудно его видеть, потому что много народу из строя не мешает, чтобы Кабу видит, хватает, чтобы ты в сторону Каба повернулся и говоришь. Все эти часы, которые я говорю, являются сунной. Ничего не сказал, считается. Но то, что я говорю, это все является сунной. Говоришь три раза Аллаху Акбар, Алхамду Лиллах, потом Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Иллах Акбар, Аллаху 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 Акбар, Здесь тоже так же. Читаешь эту дуа, то, что я прочитал, потом любую дуа на своем языке делаешь и проходишь сафа. Вот так семь кругов делаешь. Это является сунной. Еще является сунной для мужчин. Там, кто хаджи, примерно знает, от сафа вышел где-то в вот эти местности. Там видно, от земли вот такой большой зеленый знак есть. Там видно, горит зеленый. Где-то, наверное, там, примерно знаю сейчас, может быть, 100 метров, 50 метров, точно не помню сейчас. От этой зеленой, этот знак, этого местности до второй зеленой местности, до туда бегает сунна для мужчин. Там некоторые женщины тоже бегают, но это только сунна для мужчин, это местности бегают. Это как стало так, это сунной. Скажем, коротко, когда мусульман пришли умраделать, мекканские урайшиты, которые кафиры, они говорили, урайшитов ослабила болезнь, которая была в Медине, чума Медине ослабила мусульман, они такие слухи пускали, эти кафиры. Пророк Салависам сказал, будь милостенна от того человека, кто покажет свою силу сегодня. Именно вот эта местность, когда гора открыта была, оттуда кафиры видели мусульман. Именно когда доходили, оттуда мусульман бегали. И потом начали друг друга, вы говорите, их ослабило, это чума Медине. Они полным сыном, даже здесь саю, не пешком они делают, они бегом это саю делают, говорили. Из этого она осталась сунной. Вот эта местность бегает, является сунной. Когда с сафа на моруа идешь, это место сунной, обратно идешь тоже, здесь тоже бегает, вот эта местность тоже является сунной. Это сунной. Если даже не побежал, не побежал, тоже можно считается саю. И саю делается пешком, и это является сунной. Можно ли его делать на транспорте? Например, коляску сидеть, или кто-то тебя таскал. Здесь разогласия ученых. Имам Шафия говорит, даже если твоей болезни нету, можно делать на транспорте это са. Если даже твоей болезни нету. Это мнение имама Шафия, рахимуллах, и ибн Хазм, ибн Кудама, хамбалистского мазхаба, и Шингиты, это мнение говорит ибн Баз. Другое мнение, не считается, если ты мешком можешь делать, не считается, на транспорте делать, или же на человеке, чтобы на спину сел, или как-то делать, не считается. Это мнение, если сам может делать, это мнение ханафитского мазхаба, и имама Малика, и имама Ахмада, Это мнение, что не считается, если ты можешь пешком делать, надо его пешком делать. Из-за этого лучше его пешком делать, чтобы выйти из раздражащих ученых. Какие саию есть для хаджа? Для хаджа тот человек, который ифрат делает, мы объяснили в прошлом уроке, ифрат кто делает, ик-иран кто делает, для него один саию. Или это один саию он может делать после тавафа-кудум, после приветственного тавафа, или же после обязательного тавафа мы это объясним. Кто делает таматту, он должен делать два саии. Один саию для чего? Для умра, другой саию для хаджа. Саию, мы сказали, это семь проходов от сафа до марва, и от марва до сафа, семь ходов. Вот это считается один саию. Для таматту два саия. Один саия, который для умра делает, второй саий, который он делает для хаджа. Этим заканчивается у нас саию. Для ифрат, ик-иран один саию, для таматту два саия. Как два саия? После умра один, после хаджа, второй, в Аллаху а'лам. Иншаллах, в следующем лекции, это называется восьмой день, как надо туда пойти, ночевать, какие сунды там будет. Это, иншаллах, объясним в следующем уроке. Уззакуму Аллаху, хайран.